всем привет вы на канале лимончелло и это канал про алкогольные напитки и не только вот такая вот у нас погода сейчас серая скучная снег очень быстро растаял я вот сидела на выходном и подумала о том что мы с вами давно не делали видео теорий надо бы наверное сделать потому что по италии у меня уже есть да где категории рассказываю где рассказывал про регионы а вот как читать итальянские бутылки итальянские этикетки вот у меня вся италия мая стоит я думаю сегодня мы как раз таки этим и займемся я научу вас читать итальянские этикетки ну слово научу это наверное слишком громко сказано просто хочу вам рассказать допустим если на итальянской бутылки вы встречаете надпись а мобила что это значит или там просека с поманты фризанты очень много всяких разных надписей и порой бывает даже не понимаешь а чё тебя в руках то будет сегодня я хочу вам как раз таки рассказать за всякие разные надписи на этикетках что они обозначают чтобы вы были немножечко подкование в этой теме так я уже сказала что мы начали курс по италии правда еще нет самого выпуска истории итальянского вина но я это тоже как бы упущение за собой заметила и обязательно сделаю у нас были такие видео как регионы италии их всего 20 категории вин в италии и сегодня как раз таки другие остальные надписи которые мы можем встретить на бутылках хотелось бы быстренько повторить то что мы и так уже с вами знаем в италии есть 20 винодельческих регионов это 20 винодельческих областей плюс очень много всяких суп регионов и так далее давайте же их сейчас быстренько с вами повторимся и также повторим четыре категории вина которые мы можем встретить магазинах и так погнали 20 регионов италии это вале да осте пьемонте лигурия ломбардия трентина альта адиджа венето фриули венеция джулия эмилия романья тоскана умбрия марка абруццо лацио мализе компания апулия базиликата калабрия сицилия и сардиния кстати ссылочки на предыдущие выпуски я прикреплю внизу а пока что давайте послушаем вырезку из моего ролика и сейчас мы закрепим это вина до давала или просто продукт италии где нет никаких требований это очки категория где есть чуть-чуть требований но они не совсем жесткие диосе где уже очень много требований категории и диосе джи это которая но чтобы не смотрится самая лучшая категория вот круче только яйца и так я надеюсь что в регионах и категориях вин италии мы теперь разобрались давайте же перейдем к цвету и содержанию сахара а если на бутылке вы видите надпись бьянка это значит что вино белое если вы видите надпись rosso то вино красное а розата это розовое слово секко на итальянском означает сухое вино а сами секко это полусухое вино если вы встретили бутылку и на ней написано сами дольче или а мобила то это полусладкое вино а дольче это сладкое а также на этикетках вин категории которых диосе либо диосе джи можно встретить еще пару интересных терминов они будут закреплены на законодательном уровне и более полно характеризовать вино эти термины классика резерва и супериоры если вы увидели надпись классика на этикетке vina то это значит что вино традиционная и классическая для области изготовления то есть это вина которые произведены из винограда который прорастает в исторических виноградниках или традиционных винодетельских зонах как пример отлично подойдут к янти классика потому что историческая зона здесь как раз таки кьянти. А почему классика? А потому что классический виноград для этой зоны Санжавезе. Если на бутылке вина вам пригляделась надпись резерва, то это означает, что вино выдерживают минимум на 2 года дольше, чем аналогичное. А если вы увидели надпись супериора, то это значит, что крепость вашего вина будет выше, чем у аналогичных сортов. Это более поздний сбор урожая, который придает винам большое количество сахара и алкоголя. На этикетках игристых итальянских винах мы можем еще различить такие надписи, как фризанто и спаманто, и что же это означает. Спаманто это игристое вино с атмосферным давлением углекислого газа не менее 3 атмосфер, то есть от 3 и более. А фризантое будет немножко как такое слабо газированное, здесь атмосфер будет от 1 до 2,5. Кстати, как отличить спаманто от фризантое, если вы вдруг не нашли надпись? Это очень легко сделать по внешнему виду, потому что спамантое будет упаковано, как мы все привыкли видеть, тигристые вина, а фризанто, ну вы сразу его найдете на полочке, это будет бутылка, в которой вы будете видеть пробку и она будет просто перетянута какой-нибудь веревочкой. Так-так-так, чтобы вам такого интересного, еще рассказать про этикетки на бутылках итальянских вин. Ну, смотрите, в Италии, наверное, более 350 разных сортов винограда, соответственно, они очень сильно любят добавлять название этих сортов на свои бутылки. Ну, например, какая-нибудь, вот надпись есть, да, на бутылке Мальтепульчано де Абруццо. Что это значит? Это значит, что сорт Мальтепульчано, а сделано из региона Абруццо. Либо, к примеру, Барбара де Альба, то есть сорт винограда Барбара, а откуда из Альбы. А еще итальянцы любят называть свои вина по регионам. Ну, что-то типа Кьянти, Саавы, Бордолина, Барола, я не знаю, там какая-нибудь Вольполичелла. Если вы видите такое название, то это значит, что просто указан регион, откуда данная бутылка. Впервые на моем канале я буду читать с бумажки, потому что я сейчас просто запутаюсь во всех этих названиях. Что еще может быть встречено на этикетках? Это реже, чем то, что я уже перечисла, но тем не менее, может быть написано Кашино. Это винодельческое хозяйство. Костелло, замок. Фатория, ферма. Тенута, поместье. Кантино, это винодельня, которая имеет собственный погреб. Каза Винникола, это виноторговый дом. Еще есть такое забавное слово Ува. Ува, это вообще виноград. Так что вообще надписей каких-то, названий может быть очень много, но базу я вам сегодня уже озвучила. То есть придя в магазин и видя там на бутылке надпись Бьянка, Росса, там Сэмми Дольче, Сэмми Сэка. Вы уже будете разбираться и понимать, что перед вами. Ну а на этом у меня все, господа. Я надеюсь, что данный ролик вам был полезен, он вам понравился. Так что, если что, поддержите, пожалуйста, видео лайком. Вы были на канале Лимончелло. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Всем пока!